Доброе утро, мальчики и девочки! Привет, ребята! Ой, Серёжа, ты принёс орешки! Ах, для меня! Ой, как приятно! Конечно, для тебя, Каркуша. Но я вижу, что несколько штук ты уже попробовал. Ха, вкусные! И полезные! И не только для моего организма, но и для нашей поделки! Поделка из земляных орехов? Это что-то новенькое! Сегодня нам понадобится только их скорлупа. А эти листочки? Листочки нам тоже нужны. И маленькие зелёные, и вот такой большой жёлтый нарисованный. А ещё белый бумажный круг. Вот такая картонная паспарту, рамка для нашей поделки. Да. Чёрный маркер. Маленькие пластиковые глазки. Вот они какие миниатюрные. Маникюрные ножницы и клей-пистолет. Так, с чего начнём? Приклеим большой лист на белый круглый фон. Вот так вот. Я возьму клей-карандаш, он у нас всегда под рукой. На обратную сторону наношу клей. Здесь очень важно правильно приклеить, чтобы всё было красиво. Вот так. Приклеил? Да. А лишнее обрезаем. Аккуратненько обрезаем всё по контуру нашего белого круга. Теперь приклеим белый круг с нашим листочком на паспарту. Вот сюда. Для этого также использую клей-карандаш. Хорошенько проходим сначала по контуру. А в серединке будешь проходить клеем? Обязательно, Каркуша, чтобы ничего не отклеилось и не отходило. Аккуратненько в самый центр нашего квадратного паспарту. Да. Вот сюда. Ну, а пока ничего не понятно. Думаю, Каркуша, что сейчас я тебя и всех ребят запутаю ещё больше. Ой. Беру скорлупки. Так. Так. Сначала тоже примерим всё. Угу. Ну, пусть будет вот так. И теперь я их приклеиваю к горячим клеем. Аккуратненько. Клея надо немного. Одну скорлупку вот сюда. Вторую чуть меньше. Рядышком. Так, рядышком. А вот эти самые маленькие будут вот здесь, наверху. Вот, ребята, что должно получиться. Тебе нравится, Каркуша? Да, действительно, ты нас запутал. Что это? Загадка какая-то? Загадка. Точно. Слушайте внимательно, ребята. Длин на шее, длин на ноги, чинно ходит по дороге. Гордый вид, спокойный нрав. Догадались, кто это? А-а-а! Жираф! Ой, Серёжа, неужели из этой скорлупы получится жираф? Да, и не один. Из этих двух мы сделаем маму, а из этих... Маленького жирафика. Каркуша, на самом деле детёныш жирафа называется по-другому. Как по-другому? Сейчас узнаем. А знаете ли вы, что жирафы – дальние родственники коров, так как тоже относятся к отряду парнокопытных, поэтому их малышей правильно называть не жирафиками, а телятами. Да-да, именно телятами. Не сомневайтесь и расскажите об этом друзьям. Отлично. Я уже приклеил листочки каркуша. И сейчас чёрным маркером дорисуем жирафам шеи, ноги, потом ушки, рожки, ноздри и хвосты. Начинаем рисовать. Начинаем. Четыре лапы. Хвост наверх. Длинная шея. Рожки. И вот тут будут уши. Дорисую хвосты. О, вот это да! Действительно, жирафы! Только у них глазок нет. Сейчас приклеим. Берём наши маленькие глазки, капаем чуть-чуть горячего клея. Совсем немного. И приклеиваем один глазик. Так, сюда. И точно так же приклеиваем второй глазик. Да, красивая поделка получилась. И очень интересная. Думаю, что наши ребята с ней тоже справятся. Ребята, смотрите наши новые выпуски. Фантазируйте, мастерите вместе с Серёжей. И Каркушей. А ещё самым творческим детским каналом. Карусель! Каркушур! Каркушур!